здравствуйте друзья будем сегодня проверять получается ли вкусный бобеж все много очень роликов сейчас из бобра из мяса бобра ну попробуем проверить так выливаем сначала масло будет что-то на вроде казан кебаба только казан кебаб с бобром надеюсь узбеки не сильно обидятся блюда и немножечко модернизирует и внизу в него что-то свое что-то новенькое и проверим проэкспериментируем это блюдо на детях я решил все свои добычи буду готовить в казане ну и других блюдах и показывать вам и дегустировать и что что получилось и так скидываем как в казан кабабе принято скидывать сначала картофель мы же будем скидывать сначала лук как делают афганцы а может быть афганцы так и не делают не знаю мне так кажется так сейчас мой ассистент и лег дай мне эту шумовку принеси и щипцы там это все так у нас тут красота говорят что нужно чтобы масло не стреляло смыть воду а я считаю надо наоборот воду чтобы масло стреляло в этом и заключается здесь силу вот такая у нас тут красота у меня два ассистента я шеф-повар и два ассистента у меня илья велосипедист кстати у меня тут новости не очень-то хорошие берега подходит уже к забору вот видите в четырнадцатом году баню и беседку смыло но я думаю в этом году мы ее отстоим мы с селье ее сегодня закрепили через отдушины через отдушины мы ее крепили с баней просверлили баню и скрепили и так доводим лук до золотистой корочки сверху тем самым масло у нас набирает вкус лука это главная еминка этого блюда главная еминка первому кидаю я всегда не картошку или другие ингредиенты а первым всегда кидаю лук если просто же мясо тушусь овощами если же просто мясо тушусь овощами то я тогда кидаю резаный мелко лук он потом вообще перегорает и все так подержи курт понадену так я покажу что получается вот лучок у нас начинает принимать такой илья принеси под лук и лег принеси под лук посуду чтобы выкладывать сейчас наш лук примет отдаст свой запах маслу и мы и мы его выложим в общем повторяю я не учу людей готовить я проверяю тестирую то есть мясо вот я никогда не ел бобра один раз я добывал бобра и у меня не получилось я хотел уже коптить холодного копчения но понюхав его даже собака моя не стала и теперь мы будем либо развенчивать развенчивать мифа бобре либо либо его увенчаем кстати придут 12 гостей сегодня у нас сегодня юбилей поэтому придут 12 гостей надеюсь они не будут материть меня за глазах убираем эту и да они это маленькая и готова тебе задать этому хватит вот такой цвет у нас принял там еще лимон остался лимонов никогда не было мы будем отходить будем только то что растет у нас горный алтай горный алтай средний ази водой как я люблю а то без воды без воды водой надо что должно прилетать сверкать поэтому я в очках если будете готовить так готовьте в очках вода вода во первых охлаждает казань если он сильно горячий а во вторых это драйву придает я правда это на ходу все придумываю про воду ну ничего такого красного не помирает от от сетчика вот это нравится это не казан хебаб это пять казан хебаба блюда а пять мы приносим свое покажи как получилось вот так у нас картошечка начинается золотистый цвет принимать вот это одна белая самая стойкая там было там до хрустящей корочки такой золотистой да мы до золотистой будем делать ну и вместе с суком там конечно хотел еще для детей сделать шипсы как я дома делаю и что-то наверное не успеем у следующий раз постараемся сделать блюдо из медведя но надо его сначала добыть вон еще снега много зверя много погибло поэтому на зверя на марала и на лосаринах мы еще не будем охотиться из-за этических соображений так ладно пускай немножечко так утоплю застараюсь все их утопить надо было полторы бутылки масла ну и все нормально прям цвет такой прям румянистый как будет и достанем сейчас я пока поснимаю я несу тарелку ой чашку под картофель мясо наверно тоже уже можно нести ну там там Тихо-тихо, покачаешься? Так, что у нас тут еще рано? Тоже самолазая Тоже самолазая Тушку вынимательная она Сейчас завишек подкинем Тушку 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 Продолжение следует... Эта печка очень выгодна, что минимум дров и огромный жар. Сильно много тоже нельзя, потому что будет гореть. Так, что у нас тут с цветом? О, начало уже темнеть. Повторяю, наша цель доказать, вкусен ли бобёр или невкусен. Потому что многие люди его не едят. И посмотрим, сделал всё как положено. Вымочил, в уксусе промыл, вместо одного дня два дня вымачивал холодной водой. Каждый час, когда три часа, с утра и целыми днями вымачивал. Посмотрим, что получилось. Там ещё есть немного масла. Не, хватит, его надо ужести. Не, кипит нормально. Даже температуру... Маленько мы температуру, кажется, упустили. Хотя кипит вроде бы неплохо. Ну, видишь, она сама по себе... Картошка сейчас... Крупная очень, да. Все делают такое блюдо с мелкой, вот с такой картошки. У нас картошины от души. У нас картошка крупная. Так, теперь мы сейчас будем вытаскивать картошку и погружать туда мясо. На улице холодно, всего 5 градусов. Зацвела черёмуха. Черёмуха у нас цветёт всегда, когда холода. Вот видите, вдали вон черёмуха. Запах черёмухи перебывает даже запах дыма от костра. Точно картошку-то надо будет убирать? А? Картошку-то точно убирать? Да. Она сварится? Конечно. Мы ещё тушить будем потом. Надо тушить ещё. Конечно. И мы ещё привнесём сюда ещё изюминку, которую никто не... Я не видел, чтобы делали. Которую я тебе говорил, помнишь? Да, это блюдо, мне кажется, очень было бы вкусное, если бы оно было сделано из свежей картошки, немытой. Вот прям выкопал, отмыл её. Ой, нечищенной, то есть. Отмыл и туда её. Получилось бы вот. Так, мясо у нас... Где у вас мясо? Там. Дома? Да. Ну ладно, сейчас. Пора уже, я думаю. Сейчас я пока схожу за мясом. А ты можешь пока показать, как река пребывает. Да там не видно будет на камере. А? Не видно будет на камере. Нет, ты подойди. У нас небольшое наводнение. Подойди вот. Что у нас уже забыл. Лия поднялась. От затяжных дождей. Три дня, три-четыре дня дожди шли. Вот здесь уже лодки. Здесь такой дворик. Типа проезд на улицу. И лодки уже здесь стоят, как бы. Вода под забор. Хотя можно было ходить туда дальше, к реке, но метров на десять. Очень сильно вода пребывает. Уже больше, чем в майске, майское наводнение. А на пол там ее поставь. Нет, мы ее закрывать и будем. Она нужна нам крышка. Сюда вот ее поставим. Некоторые картошины уже цвет довольно приятный приняли. Подождем сейчас. Подождем. Подождем мою маму. Подождем твою мать. Подождем мою маму. Подождем, подождем твою мать. Блин, так и хочется ее крутить, эту картошку там валять, катать. Нет, нет, там надо еще чуть-чуть до. Сейчас жару будет достаточно. Сейчас она у нас возьмется. Она не должна свариться, должна обжариться. Подождем мою маму. Блин, пригласил гостей картошки. Такое ощущение, что мало. Но с луком, с мясом и с перцем, я думаю, будет нормально. Просто казан огромный, поэтому кажется, что мало картошки. Здесь на самом деле два с половиной килограмма. Казан очень огромный. Я думаю, так он у нас. Ну, литров на... А я что-то его не замерил, надо его замерить. Ну, ведра на два-то он будет точно. Литров на двадцать точно. Я вот хотел бы показать всем, как я готовлю мясо из марала. Но маралов сейчас не добываю, потому что... Потому что у нас два года большой снег. И я наоборот переживаю за их популяцию. Сколько их сейчас осталось в природе. У нас вот здесь вот прям пятьдесят метров. Володя! Ты там готовишься? Гостей он призывал, соседей. Вот пятьдесят метров вот от нашего вот дома. Пятьдесят вот здесь вот. Приплыло полмарала. Половину раз грызли волки. И половина... Правда, не знаю, какие. Может быть, и двухногие, не знаю. И половина сюда приплыла. Мужики тут собирались его вытащить собакам. Но так и не вытащили. Вода прибыла и уплыл. Второго мая он уплыл. Ну, видимо, на льду лежал и упал. Уже долго это варится просто. Ну, пусть еще минут пяток, чтобы цвет прям... Мне хочется прям золотистый-золотистый цвет. Ну, как она еще варится будет, разварится, да? Ну, понятно. Ну, нет, ну, все. Ну, цвет-то он же дает. Ну, мы паприки будем много. Я люблю паприку вложить для цвета. Ну, я его называл не горький перец. Это сейчас паприка, название все пошли модное. Вот так, сладкий перец. Ну, плюс болгарский перец. Его тоже, кстати, сладкий перец он зовут. Плюс он нам даст цвет. Так, сейчас будем мясо, поэтому надо слить. Вот это вот сюда, что ли, слить его, блин. Смотри, да вот сколько я сливал. И мясо воду отдает, напитало. Блин, мне надо было свешать. Ну, так вот по весу тут килограмма... Вот я рыбак, поэтому я вешу точно. Тут килограмма три вместе с тарелкой. Ну, два с половиной, я думаю, здесь будет. Блин, розовый такой цвет, цвет гранатового мяса. Ну, бобровое мясо, оно очень кровяное. Вот я его двое суток вымачивал. Сначала в соли оно лежало, дня три, наверное, лежало. Потом из соли я его в проточной воде держал, целиком бобра. Потом два дня его вымачивал. И вот еще сегодня, почти полдня, уже нарезанное вымачивал в уксусе. Чуть-чуть в уксусе, один раз в уксусе. Потом в воде. Так, ну еще. Так, я думаю, хватит. Как ты думаешь, хватит? Да, я думаю, хватит. Ну, цвет уже приятный получился вроде бы. Тебе видно? А, тебе не видно. Ну-ка, цвет какой получился через телефон. Ну, у меня телефон, он немножечко отбеливает. Качество плохое. Через телевизор даже его цепляю, он лучше. Качество лучше. Так, теперь нашу картошечку мы убираем. Можно масло сильно тоже не стрясать, так как оно все равно нужно в дальнейшем. Его придется отливать при тушке, потому что боблятина и так жирная. Если столько еще мяса сделать, ой, масла оставить много. Так, положим сюда. Вот орелка огромная и не входит. Картошка. Чуть-чуть у нас картошка пригорела. Только надо было лучше мешать. Ну ладно, ничего. Так, теперь мы опускаем туда мясо. Мне нравится мясо руками опускать. Мясо мы взяли. Старался я без косточек. Но надоело обрезать его. Так неудобно бобер обрезается. Вот кто будет бобром иметь дело. Сразу, знаете, очень неудобно обрезать эти косточки все. Все эти жилки. Надо, вообще правильно, как учат азиаты, надо опускать понемножку, чтобы температуру не погасить. Я вот маленько ошибку сделал, но мне хочется, чтобы оно равномерно было. Вроде температура хватает, по краям точно хватает. Маленько подождемся. Мясо, чтобы перестало кипеть, это плохо. Так не должно быть. Мясо должно закупориться. Но если оно недозакупорится, мы все равно будем тушить. Мы будем тушить, да? Вода у нас тут вот так все перенитировано пока. Пока еще недавно не довелись. Где-то пить оно. Тепло. О, пошел запах обалденный. Лук с картошкой вот сейчас отдает свой запах, который напитал масло. Блин, узбекская кухня это хорошая кухня, поэтому из нее основное взяли. Плов это узбекская кухня. Манты тоже узбекские. Хотя там спорят все, там уйгуры спорят, но я считаю узбекской. Бешбарма, ой, бешпанжа узбекская. Это шашлык по-узбекски из говядины. Из тюрков я считаю у узбеков самая вкусная кухня. Причем они еще все остальные блюда тоже любят готовить. Любят готовить очень они тюрку. Но ее все тюрки готовят. И наши алтайцы готовят. Ир, расскажи, почему так мешаешь много? Ну я мешаю, чтобы равномерно его просто утопить. А так вообще его необязательно. А то будет где-то подгореть. Масло разное, кем все равно есть по краям. Маленько остудили мы. Так, ну ладно. Маленько остудили. Сейчас посмотрим, что тут у нас с жаром. Маленько перемешать только надо. Чтоб температуру набрало. Пар, он нагревается же до 1000 градусов. Сейчас температуру наберет. Сейчас, минуту другую. Минуту другую подержим. Все, вода прибыла сильно. Ты же так еще не видел или видел? Не смотрелось. Под забор уже, да? Да нет. Чуть ниже этого. Обшивали. Обшивали беседку. Обшивали беседку. Вон вагон, как вы можете видеть. В ту сторону обшили. 25 минут уже. И вот сейчас у нас страшно, страшно боимся за то, что унесет может унести водой. Уносила в 2014 году полностью. Вот эту постройку всю уносила. Вон баня. Баня, беседка. Вот здесь вот была беседка длинная. И вот здесь вот гостевой домик был. Но сейчас на 40 сантиметров все подняли. Оно. Поэтому, может быть, не унесет. Посмотрим. Держи. Горчит. О, температура хорошая. Можно подкинуть шишек. Они тоже до них хороших. Да. Вообще, мне нравятся вот эти печки. Шишки вот со своей шосны берем. В чем мне нравятся печки. Минимум дров. В общем, у жара. Мы с детьми, когда были, жарили грибы на таких шишках на сосновых. Грабили туристов. Дураки были? Молодые, глупые. Мы их грабили и обзывали. Турки-придурки. Турки-придурки. А теперь вот сам туризмом занимаюсь. Может кто-нибудь встретит. Может кто-нибудь увидит этот ролик. Украли мы у вас несколько банок тушенки тут на лебеди. Простите, пожалуйста. Надо уж мешать, наверное. О, лесом от сосновых шишек. Существует запах? Вот туда встань на дым. Запах леса такой-то. А мешает, наверное, сейчас будет. О, лесом, да? Смоловой сосновой. А-а-а, я сейчас заплачу. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-o-oe. Обы scene ровно. В helicopters очень скоро потрачивает. К прирiling через чипер туда шишки. Мы потом с собой смонтируем и сделаем мнение детей, что они скажут, понравилось им блюдо или нет. И обязательно выложим, чтобы все знали вкусен блюдо или нет, но пока не верю вот в таком варианте. Это что, кедр? Кедр жар дает быстро, он сухой и легкий, легкая дрящина. Большой кусок я не буду, а вот он у нас. Вот сейчас он даст, мясо сразу у нас будет, что надо. Это гвастище не подходит. Я вам говорил, хотите смотреть на шефа Юрана, приходите пораньше. Смотри-ка, все задымлено. Это вот шишки. Сейчас они прогорят уже. Хвойно шает. Хвоя шает. Ну, она шает, они еще влазноватые, тут дождь был. Так, кипит, кипит отлично. Да, бобрятина еще знаешь, что в ней. Вот я заметил, она очень много дает воды. Смотри, у нас не в масле шипит, должно как шипеть в масле, а у нас именно кипит. То есть вода из нее еще выходит. Поэтому ее закупорить, ну может быть и получится, но тяжело. Я вытащил специально оттуда, из барбекюшницы, из этой. Чтобы снять. Лучше было снять. Ну-ка. Так вот, если приоткрыть, нет, так жар выходит. О, жар-то там хороший. Жар там охренительный. Вот, а это мы морковку с перцем. Мы не будем жарить. Мы будем все закладывать вместе. О, жар пошел. Слышишь, как зашкорчало? Морковку поторежать надо, да? Ну, надо ее на крупными кольцами. Ты смотри, сколько влаги, а это. Ну, бобрятина странная. И оно такое мясо, какое-то интересное, оно как затекает, что ли. Выдавливает всю влагу, воду наверх. Ну, вот, не жареное, когда оно свежее, его ложишь. Вот другое мясо, допустим, оно так не получается. О, начинает свердеть. Полчаса уже. Ну, нормально. Ну, мы же полностью весь цикл снимаем. Так, сейчас я принесу нож. Несу ножик. В ванне лежит ножик. Может, тут есть? Ванн лежит. А, ну, тогда курт возьму. По поводу. А вот стол я что-то не приготовил. Я хотел... Да вот специи. Не, лимон зря. Лимон у нас... Теперь сюда шметану. Ну, шметана мне не было. А, блядь, он отдаёт всё влагу. Может быть, я её сильно долго вымачивал? Ну, я думаю, что... Ну-ка, понюхаем запах. Есть и запах. Блин, запах, знаете чего? Запах дикого мяса. Типа косули, зайцы, что-то вот такое вот. Ну, не утка, а вот что-то такое вот. Ну, не утка, а вот что-то такое вот. Косули. Ну, так называемые... Козлом его везде так называют. Запах такой. Ну, вот дровички запрещали. Сейчас выпарится быстро. Ладно. Ух-ху-ху-ху. Ух-ху-ху. Провоняем. Ах! Вот так вот готовить на костре. Не кажется, сейчас будет дождь. Но нам надо было стоить крышкой накрутить всё это. Главное поймать тот мел, чтоб мясо было пожаренное и не недожаренное. Да, да. Нет, оно дотушится, но нам главное с золотистой корочки его довести. Мясо? Да. А как ты его до золотистой доедешь? Очень просто. Как ты видишь. Ха-ха-ха. Сейчас придут гости, начнут плеваться и скажут, да пошёл ты к чёрту с своей едой. Посмотрим. Может быть будут хвалить. Сейчас снимем всё и покажем. Главное это сделать шоу. Шоу можно сделать в любом случае. Правильно? Тем более мы всех пригласили. Все не знают, что у нас безалкогольный ужин будет. Просто ужин с чаем. Ха-ха-ха. Мы открываем новую, новую эру. Хватит гулять, люди. Давайте вести трезвое божье. Покту оденусь. Давай, давай. Нет, кипит классно. Вот такое всё. Сейчас выпарится немножко влага. Не знал, что бобрятина, столько много влаги в ней. Её надо вообще, наверное, под вентилятор прежде чем. Или чтоб стекало под какую-то сеточку. В следующий раз попробую так сделать. Под какую-то сеточку и чтоб стекало. Ну не, ну запах приятный. Вы знаете, запах кастули. Но я два дня вымачивал. Сначала три дня оно у меня солит. Запах, да? Запах дикого мяса такого. Оленьего. Не ожидал даже. Ну не знаю, как на вкус будет. Так всё это сейчас выглядит. На улице очень холодно, поэтому... Сколько пары? Плюс пять всего. Да всё, иди посмотри какую красоту делаем. Да всё, иди посмотри какую красоту делаем. Угу. Ты смотри, вода и... И больше, и больше. Блин, воды... Мне кажется, она сварится, наверное. Не-не, оно уже, видишь, как степится. И сварится, ничего страшного. Константин приготовился. Потом потушим на сюда кушать. Тем более сметана даст кислинку. Так, а где, говоришь, ножик? Дай-ка я пока порезю пыльчик. Вон он на доске. А, вот он. Так, а, морковку как-то что-то. Морковку, наверное, мы... Немножко... Только припустим. Хотя, может, потушится, но... Наверное, припустим. Морковка магазинная. Свет мне не нравится. Бледненькая она, бледноватая. Блин, грязь. Лодка вон там, я её вперёд загнал! Заплыл на дерево. Живём, по переулкам уже ездим. Нет-нет, я её спас. Эта и варится, а моя выше. Вот здесь, где сосна, я её вытащил. Сегодня, наверное, ночь бессонная будет. Придётся проверять баню. Так, теперь... А, морковку? Да хотя и морковка. Я думаю, перец надо крупными кусками. Какими? Потому что он всё равно уменьшится. Потому что он всё равно уменьшится. Единственный минус. У нас нет зелени, нет петрушки. Ну, сейчас весна. 20 мая. Нет петрушки. Есть колба, но она не идёт туда. Она не скорстится. Ой, аромат какой-нибудь. Надо было стол сюда. В следующий раз стол будем сюда вставить. Я тут раз вставил, я снимал уже. Какое-то блюдо тут на казане. А я для тиктока снимал там с тиктока. Кому в прямом эфире я снимал. А? Да. Залил. Вон бревно смотри плывёт корнем. Дерево. У нас тут проплывают мимо деревья. Я надеюсь, она хорошая получится. А? Я надеюсь, она хорошая получится. Что? Мясо. Стряхнути мягкости? Ну, вообще приготовлено, прожаренное. Тебе нравится, да? Оно не жареное, наверное, будет. Оно больше проваренное какое-то. Ну, его хотелось бы, конечно, чтобы золотистая корочка появилась. Ну, не появляется никак, а воды всё больше и больше. Вот что значит бобрятина. Вымоченная два дня. И день соли. Кстати, я вот его сейчас кусочек, наверное, попробую. Знаешь, на что? На соль. Ну, за два дня, я думаю, она вымочилась. Ах ты, поймай, вот треск. Хватает два часа. Приготовилась? Да, мясо мягкое. Мясо мягкое. Соли вообще нет. Вымочилась хорошо. Соли вообще нет. Есть можно. Но на зайца не похоже. Свой какой-то лёгкий такой оттеночек присутствует. Прискус. Ну, говорят, талиной. Нет, не талиной. Даже не скажут, с чего. Ну, не, это не противный. А, вот всё. Воды стало меньше. Упаривают. Это, наверное, вода испаряется. Это из мяса, да. Из мяса выходит. Там такой огонь хороший. Сейчас мне нужно ещё подкладывать. Сейчас я ещё подкладываю. Сейчас я ещё принесу. И будем всё закладывать, наверное. Сейчас подложу мы будем закладывать. Я тогда покажу пока реку нашу. Сорок минут. Сорок минут уже идёт. О, вода вообще сильно поднялась. Вот можно было туда идти метров на десять. Этот столбик мы сегодня вбивали. И вода поднялась уже сантиметров на двадцать, наверное, на тридцать. Наверное, на тридцать поднялась вода. Вот мы сегодня этот столбик вбивали. Ну, по воде, перед водой. А он уже, видишь, как в воде. А вчера мы вбивали также столбик, но его уже утопило. Вода, наверное, на метр поднялась. Возможно, будет потоп гигантский. Возможно, перетёт и будет уже вода. Да, возможно. О, здесь уже вода стоит. Офигеть. О, это СВИ. Возможно. Юра, а здесь уже вода что-то стоит. Так это вода, это уровень ВИ. Ве прибывает постоянно. так там же вообще прикинь столбик на полметра наверно вода подошла ну к нам столбик уже на полметра воде нет здесь нет она будет хотя немножко можно потому что у нас нет она не кислая и парирована молока слегка сделана она не стихла немножко можно пол лимона или лимон даже можно ну попробуем так вот цвет ну-ка залатистая корочка ну не немножко вроде бы может ножом потыкать поверить на это на готовность так она готова я же сейчас пробовал нет типа может внутри но это не не готова готова что тут столько градусов хотя я в очках и мне кажется мне кажется что солнце нет ну подними да вот сейчас наверное я принесу поварюшку и отчерплю часть белости а мы отходим что вероника не хочешь нашим подписчикам что нибудь сказать скажите рим привет что лет 20 а у нас все 20 подписчиков я уже дед старый а миллион ну-ка давай и выступи чтобы миллион было их не пропустить здесь скажи что подписывались подписывайтесь на парень каналах следующий раз будем жарить готовить медведя или лося Добудем Не, лоси нет Много снега, лоси жалко Я не хожу на них принципиально Очень жалко лосей На медведя или на волка Будем готовить блюда с волка Во, это тема Клянусь Сделаю ролик из волка Уже 45 минут Хорошо До часа, я думаю, управимся Сколько тушиться-то надо ему? Тушиться надо час Ну, овощам-овощам Ну, все, час Там можно будет приостановить съемку А потом смонтировать? Нет, мы ее приостановим Потом и запустим снова Ну, без разрыва Тогда нельзя будет камеру выключать А, нет, ну давай это Доснимаем Блин, ну долго, очень долго Это Так, отчерпать все-таки или нет? Я думаю Это вот масло или вода? Не, ну может все равно оно здесь Оно никуда не делать Ну запах куда-то ушел Такой запах масла был Приятный такой Поначалу Так, ладно, пускай оно вот так Подольце Не надо, не надо грязь туда Убери Ироник, сейчас ты уронишь Ироник, сейчас ты уронишь Ироник, сейчас ты уронишь Что уронил? Вон, что ты уронил? Я уронил Все кипит, все болит Так, ну вот часть, наверное, все-таки Жизы мы уберем сейчас Начнем закладывать, я думаю Нет, вот начинает уже Некоторые куски начинают Ладно, сейчас я Не отчусь Поварюшку отчуплюсь Холодно У вас там вчера был драт Хочешь показать? Нет, здесь мокро Думаю, на подушку Здесь тепло Руки греешь? Угу Ну, снимаешь Это градуса 25 градусов, а по уши мерзнуть Так, вот сметанка Ой, я не взял куда черпать Надо собачки, чтобы потом Чтобы жижку Там масса же будет Ну, масса-то и надо убрать Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok Ляш пошел в сепель Ляш пошел в сепель Сейчас еще водичку зальем Сейчас это делаем перемешаем Перемешаем Вернет, возьми по-моему Ну что ты не чайники? Близко кипение Блин, надо кипячем Так откуда ты возьмешь? Ну если прекратится сейчас момент кипения Будем ждать заново минут 10-15 Сейчас ты зачем торопишься Ты не надо торопиться А? Нет! Я думаю нет Так соль я выспал Теперь специи Папа ты поварешку мыли? Поварешку мыли Да То я ничего не добавлю Нет, беру я что-то сюда есть Перец красный Много не будем ложить, потому что дети у нас Черный можно Так Черный тоже чуть-чуть Из-за вас, из-за ребятни Чистый аромат Так, паприка У нас паприка вот в таком пакете Тут ее от вольного Она не горькая Теперь ее можно Для аромата Снимай Ты снимаешь? Ой как красиво Вероник смотри как красиво Так Еще у меня где-то была куркума Куркума что? Куркума Лена Из курицы цветов Куркума Ну подойди Так Перец молотый мы положили Перец красный положили Вот куркума Молотая Так И куркуму обязательно Ну не обязательно конечно Это я уж так Блин, Вероник, надо было повесить за тазик Повеси вот сюда Да Блин, я не могу ее распечатать Ну Вика вот что дело взяла воду чуть-чуть не кипяченую дала Там кстати угли одни остались Так, теперь куркуму еще Красота какая Ой красота Ну-ка Снимай Ты мимо-мимо снимаешь Ты вот не снимаешь Так доченька вот это Курка маме Отдай только не упади не подскользнись и рассыпь Юр там наверное дровишки наверное Ну а щас Да не дровишки, а на воды нам Там муги одни остались Там этого жара знаешь на сколько стоит Так 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 Ну блин, ну красиво выглядит Ё-моё Вообще красиво 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 и в этом тазаре кажется как будто бы мало, да? И главное поджарилось Это золотистая корочка на мясе-то Хорошо Я не знаю, на 15 человек-то хватит Еще останется Нет, ну остаться-то я думаю не должно Лимон тоже нам не нужно Лимон, мы пол лимона потом все-таки скинем Так дай-ка крышку И все это дело закрываем 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 Ждем 15 Ой, ждем час Немного 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 час У нас же сырая картошка, перец Ну перец, он дойдет Так, тут сейчас что у нас? Одна рука в паприке, другая в куркуме Вот Так Ага, сейчас Так, еще Вагоночки педровые Так, интересно, как ее установить? Ну так, все, можно приотаранливать, потом вставить Вот он будет, понятно Вот так, скриншот У нас пошел дождь, мы убежали все на улицу И я вспомнил, что я сам... О, как кипит классно! Я вспомнил, что изюминку я забыл Основной изюминку Без которой Все не получится Вот она, эта изюминка Вот он, перчик Я думаю, один Два, если бы не дети, я бы еще один зеленый положил Но это потом будем Каждый себе Блин, зеленый-то хороший Алин, аромат какой, непередаваемый Неужели из бобра что-то получится, а? Я даже не... Почему-то не верю в это Сейчас еще помешать осталось Так, прошло где-то минут 15 Так, все, закрываем Отбиваем Блин, ливень Лишь бы он у нас туда, в казан Лишь бы ливень в казан не попал Но я думаю, не попадет Лишь бы он у нас туда День, будет Был в текущую Алиэлло Был в текущую